Всем привет! Сегодня мы говорим о турках, турецком менталитете. Хочу поднять одну интересную тему. Такая, знаете, получается двоякость, я бы сказала, в менталитете у турок. Первое, они очень вспыльчивые, очень агрессивные, как спичка быстро зажигаются в плане конфликтов. Они не могут контролировать свои эмоции, свою агрессию. Это очень видно в конфликтах бытовых, домашних насилий, в конфликтах на дорогах, как-то здесь вообще водят, это вообще отдельный вид искусства, но не в хорошем смысле этого слова. Отвратительно водят, подрезают, нет культуры вообще у водителей, это очень мало, благодарности, поддержки. Поддержка есть, если ты там сломался, да? А подрезать тут же, там, не знаю, нахамить, это легкое такое плевое дело. И вот они такие эмоционально быстро загораются, здесь драки, разборки, перестрелки. Это обычное дело на дорогах. Вот в Стамбуле такой здесь трафик, что это никого не удивит. Это в новостях особо уже не показывают, только самые такие экстра моменты, когда прям убили кого-то. Но ехать в пробки и вообще не услышать, что кто-то матюгнулся, фыркнул, там, открыл окно, поорал, там, поугрожал, остановился, даже перекрыл дорогу, вышел там, поорал, это вообще нормальное дело. Когда я сюда только переезжалась из России, у меня это было ощущение, это вышка, это конфликт, а сейчас там, о боже, они ругаются, вышли, махаются, там драка, это вообще нормальное дело. Помахались, сели, разъехались. Еще и остановятся на дороге те, кто будет там заступаться, и они заступаются не из-за разряда, а кто прав, кто виноват, вообще они просто за кого-то впрягаются, и все. Потому что они очень быстро к этому конфликту, к эмоциям, неважно, прав оппонент или неправ, они очень быстро подключаются. И в чем парадокс? Что, казалось бы, эмоциональные, восточные, горячие, южные мужчины, все это понятно, при этом в бытовой жизни, ай, позор, в лицо мы не говорим, не конфликтуем, съезжаем с тем тихо, гладко, мирно, в лицо высказывать другие какие-то, даже более безобидные моменты, не такие агрессивные, эмоциональные и так далее, это, ну, это стрёмно, это плохо, это позорно, это некрасиво делать, в турецком менталитете правильно такое все обыгревать, быть лисой или там хитрым человеком, да, обставлять, многоходовочки продумывать, это приемлемо, но на дороге махаться и кричать, загораться как спичка, это тоже окей. Как это вообще две абсолютно несовместимые вещи, два момента вообще в характерах людей, вообще просто противоположности, как в них это соединяется, почему-то, да, поорать на улице, подраться из-за, там, дороги или еще чего-то конфликта, это не аиб, не позор, а сказать в лицо, спокойно, гладко, какие-то претензии, это может быть, типа, расценено как бескультурой, бестактностью и так далее. Сегодня мы поговорим об этом. Естественно, это часть культуры, в чем они, не знаю, произрастают, так сказать, да, развиваются, живут турки, для них это нормально, реально, и когда говорят, ой, они двуличные восточные люди, для нас это, да, называется двуличность, а у них вот такой вот феномен, в них борется с самого зарождения, они это видят из культуры, из семьи, и, ну, естественно, это и есть, закладывается, вот вам пример, да, вот этой двуличности определенной. Это с детства идет, с воспитания в семье, от родителей они все это видят, и, знаете, я вам больше скажу, когда, если у человека конфликт здесь, это ваш плюс, я уже не раз, мне кажется, говорила в видео, как иностранцы, они не знают, как себя вести с иностранцем, не знают ваш менталитет, как под вас подстроиться, не знают, какую вы дадите реакцию, да, в конфликтной какой-либо ситуации. Вот европейский человек больше в такой конфликтной, на дороге он не загорится, как спичка, не будет руками махать, а может, он уедет, больше процентов, да, вероятности такого разрешения событий, а в конфликтах таких семейных, бытовых, там, межличностных у людей, наоборот, скажет в лицо какую-то правду, не промолчит, а у них это все наоборот, и так как вы иностранец, я не знаю, что вы делать будете, какая у вас будет реакция, поэтому вы в дамках, в икрашенном положении. Честно скажу, что в моем личном понимании, в моем воспитании и с точки зрения психологии, правильно, красиво, честно, да, в лицо, без криков там наездов и все, во прочее, при выяснении отношений, ну, например, вот там, межличностных, с мужем, там, свекровями, с сестрами, с тетями, дядями, здесь, когда вы, я как для иностранцев уже это все рассказываю, да, правильно, конечно, сказать спокойно, выдержанную свою какую-то точку зрения, позицию, и как уже человек воспринимает это, тоже его проблема, как он на это реагирует, нравится она ему, нет, начинает вас айпить или еще все прочее, то есть я сказала, ты уже решай, как ты это воспринимаешь, да, это правильно для вашей психики, для ваших мозгов, но здесь вообще это считается поступком сильного человека, но при этом бесстрашного и, знаете, такой прям, чш, оторви и выбрось, сорви голова вообще, она сказала впрямую в лицо что-то, вау, значит, она вообще может не промолчать, то есть это не то, чтобы не вызывает уважение, это пугает их здесь, такая реакция, она очень страшная, потому что они этого сделать не могут, это их страхи, а они свои страхи побороть не могут, если вы говорите, ой, да турчанки на улицах, он в автобусе, за место бьются на базаре, там кричат, орут сразу очень, они эмоционально поднимают, да, то есть не боятся огласки, да, это эмоциональная реакция, но после того, как она, например, муж ее там, не знаю, ругается она с мужем, не знаю, руку подняла, и она во дворе начала орать прям на него на улице, потому что такой, я ему рассказывала, слышала ночью, соседка с соседнего дома муж в баре сидел, а, короче, она его ночью в 3 часа ночи так орала, материла там и била своего мужа на улице, тащила с бара домой, в общем, но на следующий день она сделает лицо, что ничего не было, и поэтому они многие здесь в конфликты такие, тихие конфликты, не влазят, сами разберутся, это их проблемы, не будем мешать, милые бронятся, только тешатся, вся эта вот эта история здесь очень хорошо работает, но она не очень правильная, и вот этот парадокс, да, они сказать в лицо, в глаза, ну, это не вызывает, это страшно для них, это могут осудить за спиной потом, да, поэтому лучше как все помалкивать в каких-то моментах, но здесь есть личности такие, которые личности, они могут в лицо что-то говорить, вообще без проблем, но это минимум вообще маленький процент людей, если вы это как иностранка делаете, вы иностранец, к вам с вас спроса вообще минимум, они просто скажут, ага, ебанжи, все понятно, короче, да, то есть с вас вообще претензий на этот счет не будут, вас не заипят, к вам вообще вопросов к вам нет, он другой человек, но к туркам в этом плане несносно относятся, там позорят и так далее, во всем быту, в общении с людьми, в быту я имею ввиду семейное, для родственников, для вообще общественное, для соседей очень важно, вообще все всем всем важно, что скажешь, что подумают, это очень тотальное подавление, это вообще вопрос многих восточных менталитетов, подавлять эмоции, но у нас есть природа, психика, и мы ничего подавлять бесследно не можем, это куда-то выходит, это психосоматика, заболевания, расстройства какие-то, психические расстройства могут быть, но это в тяжелом случае, и эмоциональные выплески, вот эти, когда я по поводу, скажем так, оправдательному, в пробке, кто-то меня подрезал, или в магазине с какой-то бабой ругаюсь, такое, ну это некрасиво, конечно, тоже не культурно, но все равно, да, такой эффект базарной бабы, это же уважительно, и вот в такие моменты, эти люди выдают все свои эмоции, подавленные, и как правило, эти всякие истерики, крики, драки, и тому подобное, быстрое воспаление, такое эмоциональное, их бы не было, если бы не было аипа и позора, и не заставляли, с детства не учили подавлять свои эмоции, тебе не нравится, промолчи, некрасиво сказать о том, что тебе не нравится, тебе что-то хочется, не требуй, промолчи, некрасиво просить, человека, если там считают нужным, он почувствует, сам тебе что-то предложит, и, к сожалению, очень в семьях, когда маминкины сынки, или там мамины принцессы, папины дочки, всякие воспитываются, то есть родители очень, не дают свободы своим детям, заставляют при этом еще подавлять эмоции, то есть дети вырастают, довольно-таки, несамостоятельные, это не только, молодое сейчас поколение, и воспитывают их, вот моего возраста, и постарше, там 40-45 лет, они воспитывают по-другому, не по тем канонам, сейчас в Турции, в частности, я вижу молодом поколении, там 20-25 лет, у них уже другое немножко воспитание, да, традициональное, но вот про подавление, это все равно психология, науки всякие, все это входит в жизнь у людей, люди стали ходить к психологам, все это тоже, в принципе, до этого было, как и в России, в этом плане, в этой науке, не там, не занимались, не верили в нее, и так далее, сейчас ходят к психиатрам, психологам, терапевтам, и это очень популярно, здесь это очень дорого, кстати, в 2-3 раза дороже, чем в России, и так как это все, стали люди говорить о чувствах, об открытии своих чувств, родители стали, новое поколение родителей, они прислушиваются к своим детям, к их желаниям, они подавляют, не ломают, не в той степени, как это вообще было раньше, соответственно, скоро вырастет здесь, в Турции другое поколение, и это очень хорошо, более здоровое поколение, но сейчас поколение моего, мои ровесники чуть старше, кого воспитали в других правилах, они, конечно, мучаются, еще и страдают, потому что в социуме многое что изменилось, поведенческие реакции изменились, их вот всех всегда учили подавлять, молчать, потому что это стыдно, это плохо, и я хочу какой вывод, скажем так, итог подвести для вас, возможно, в другой культуре растете, а может, если, кстати, ребята, казахи, привет, у меня много девчонок на консультациях из Казахстана, казашки, девчонок, мне вообще больше всего жалко, у вас сплетение культуры идет, мусульманское, воспитание тюркское идет, и постсоветское, это алкоголики, расхлябанность, вот в этом плане, у нас, вот, не из всех девчонок из СМГ, кто у меня клиент, мне казашек жалко, вот честно скажу, людей в Казахстане, ну, и у меня просто это, средств девочки в основном, казашки, мне вот больше всех жалко, это очень глубоко несчастное поколение постсоветского вот этого и советских времен, наши мамы, ну, мы уже в меньшей степени, мы уже свободны, но наши мамы и их бабушки, ваши бабушки и их там мамы, это же жесть, в Казахстане определенный симбиоз вот этот получился, и национальный, и религиозный, и культурный, и не в самом лучшем проявлении, только не обижайтесь, я не критикую вас, а просто пытаюсь людям донести, что у вас происходит, вы сами все это прекрасно, все эти люди знаете, мы с вами об этом обсуждаем, и в письмах, и на консультациях все это обсуждается, и я, скажем так, помогаю решать эти ваши проблемы, но в Казахстане еще интересно, это АИБ, важно, что скажут соседи, что скажут родственники, это даже больше, я бы сказала, чем в Турции, это еще важнее, вот эти каноны, и религиозные, и культурные, они очень сильно переплетены, это очень важно, плюс поселения, они такие большие, все друг друга знают, не такие огромные города, там, да, численность людей, это еще накладывает свой отпечаток, и выпивание, вот это немножко от нашего советского времени, вот этой культуры, тоже что скажут соседи и тому подобное, но выпивка это окей, это нормально, а вроде бы казалось, то это противоречит Корану, и от этого, от неустроенности несчастных людей, очень часто домашние насилия, отцы, мамы, алкоголики, рожали по многу детей, за детьми не смотрели, дети предоставлены сами себе, в итоге детей дома могли бить, или они видели, как папа там бьет маму, и тому подобное, вот это насилие, это очень сильно, вот этот комок, который сейчас вот потихонечку, вот этот клубок, по ниточкам растягивается, так что я вас девочки всех поддерживаю, вы все перерастете, переживете, ваши дети это уже переживать не будут, потому что ко мне обращаются, скажем так, со здравым смыслом нормальной, адекватной, которые девочки, женщины сейчас, там в районе 30-35-40 лет, которые хотят уже еще до сих пор изменить свою жизнь, своих родственников, или хотя бы себя, дети у них вырастут уже более-менее, скажем так, здоровыми, я вас всех поддерживаю, я к тому, что это определенный симпиоз, и слава богу, культура развития и социум сейчас влияет на эти моменты, мы становимся более открытыми, меньше подавляем, и я просто скажу так, девочкам, у кого отношения с турками, и вы об этом задумывались, почему они такие эмоциональные, могут быть агрессивные и так далее, и в тот же момент они подавляют, арипят друг друга, и там скрывают, очень такие двуличные, это все взаимосвязано, одно порождает другое, подавляю, потом где-то надо это выплескивать, просто примите эти, с этим бороться нет смысла, нужно время для того, чтобы эти поколения себя изжили, и пришла новая форма, немножко воспитания, вот в Турции она сейчас приходит, демократическая, больше открытая, психологии людей интересуются, очень-очень радуют, что вы думаете по этому поводу, можете написать в комментариях, свои примеры, истории, если у вас такие есть, я всегда под видео оставляю свою почту, в инфобоксе разворачивайте его, любые вопросы, какие у вас есть, консультации, или истории для видео, присылайте мне на почту, моя связь с вами, это моя почта, спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока.